Движение планет ограничило массу гравитона. Физика астрономии 14-18-21 ОКТ. 2019 сложность 3.6. Движение планет ограничило массу гравитона. Астрономы использовали известные параметры траектории планет для поиска массы гравитона гипотетической частицы переносчика силы гравитации. Из комого значения выделить не удалось, но при этом было поставлено верхнее ограничение – масса гравитона должна быть меньше 6,76 вопросительный знак 10 вопросительный знак 23 электрон вольт, пишут авторы в журнале «Physical Review Letters». Современная теория гравитации – общая теория относительности, а та Альберта Эйнштейна. Классическая теория в том смысле, что она получена без использования формализма квантовой механики. С точки зрения физики частица то можно сформулировать как теорию взаимодействия, переносчиком которого является безмассовая частица со спином, равным 2, которую называют гравитон. С точки зрения теоретической физики поведение безмассовой частицы переносчика и частицей, обладающей даже небольшой массой, заметно отличается. В частности, безмассовая частица по определению должна двигаться в вакууме строго с той же скоростью, что и фотоны, то есть со скоростью света. Также масса частиц переносчика взаимодействия порождает эффективный радиус действия. Подробнее об этом мы говорили в материале «Тяжелый фотон». Существует несколько способов оценки массы гравитона. В частности, космологические наблюдения темпа расширения пространства позволяют установить наиболее жесткие ограничения. Согласно им гравитон должен быть легче 10 вопросительный знак 32 электрон-вольт. Однако такой способ оценки опирается на несколько допущений. К тому же было бы преувеличением считать наше понимание эволюции Вселенной всеобъемлющим. В любом случае, ученые стремятся получить несколько независимых результатов из разных экспериментов. Несколько десятков лет назад появились первые работы, в которых оценивалась масса гравитона при помощи измерения положений планет в Солнечной системе. Подобный эффект должен возникать из-за того, что в случае гравитона с массой в потенциале присутствует второе экспоненциальное слагаемое, что делает его подобным потенциалу УКВ для сильного взаимодействия. В результате он начинает спадать быстрее, чем один слеж «А», как в ньютоновском случае. Ученые при участии Лиабернуса Лиабернес Из Национального центра научных исследований Франции провели новую оценку массы гравитона на основе положений планет, которая отличается от предшествующих в двух аспектах. Во-первых, в ней используются самые точные измерения параметров тел, а во-вторых она лишена неявных предположений, делающих выводы менее надежными. Астрономы использовали устоявшуюся методологию, выбрали в качестве начального конкретный момент времени, для которого координаты планет известны с высокой точностью, вычислили в рамках модели положения в другой момент времени, и сравнили полученные данные с наблюдениями. Однако для проведения такой процедуры необходимо сперва вычислить параметры планет, например, массу. Для этого надо воспользоваться описывающими гравитацию уравнениями, но если использовать стандартные, не учитывающие возможность наличия массы у гравитона, то результаты будут всегда смещены в пользу АТО. Авторы учли это обстоятельство, а также использовали эфемериды планет из модели NPEP-17b, которая считается самой точной на данный момент. В качестве начальной точки астрономы выбрали 2000 год, вычисляя положение планет в 1913 и 2017 годах, а затем сравнили с реальными данными. Оказалось, что с вероятностью в 90% масса гравитона не превышает 6,76 вопросительный знак 10 вопросительный знак 23 электрон-вольт, что соответствует Камптоновской длине волны, на которой происходит экранировка взаимодействия, в 1,83 вопросительный знак 1013 километров. Такого же порядка ограничения получаются при анализе данных о зафиксированных интерферометрами гравитационных волнах. Однако авторы отмечают, что близость оценок в данном случае исключительно случайна, так как для них были использованы совершенно разные данные и эксперименты, поэтому выводы совершенно независимы. Также ученые ранее описали идею гравитационно-волнового пинцета. Тимур Кишилава